От успешности проведения сезонных сельскохозяйственных работ зависит и продовольственная безопасность нашей страны, и экономическое развитие, что особенно важно в период пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас в большей части нашей страны завершен или завершается сбор урожая зерновых, и идет подготовка к осенним полевым работам. О текущем состоянии сельского хозяйства мы в программе «МАЯК» поговорим с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбеком Чодуевым. Здравствуйте, Эркинбек Ураимович, добро пожаловать к нам в студию. Расскажите, как ваши дела, как ваше здоровье? Ну, спасибо. Сегодня в сельском хозяйстве, как вы заметили, действительно где-то завершается, где только-только начинается сбор зерновых культур. В этом году на 7500 гектаров, это официально, было больше засеяно пшеницы и на 11200 гектаров ячменя. В этом году, в связи с коронавирусной инфекцией, несмотря на пандемию, наши фермери поработали на славу. Это показывает цифры. Сегодня уже на юге почти на 80% завершены уже сборы. Вообще по республике сегодня по пшенице уже собрано на площади 62%, а по ячменю 63%. Ну, разница небольшая, но в любом случае сегодня в регионах действуют штабы, областные, районные, которые координируют работу фермеров. И это как бы отрадно, что сегодня показатели лучше, чем в прошлом году. Если смотреть урожание с пшеницы, она на более двух центнеров с гектара больше, ячменя на 1,8. Конечно, это показатель может поменяться, потому что еще не начатый сбор зеленого культур на Рынской, Сыкульской областях и в горных районах того же Диалабадской, Оржской и Таласской области, Чуйской области. Но мы верим, что уже анализ показывает, апробацию уже сделали, что урожай 2020 года будет не меньше, чем в прошлом году. Ну, то есть он соответствует планируемому сбору урожая, который вы планировали в этом году. Ну, пока еще не все собрано, поэтому сложно. Ну, валовый сбор в 2019 году составил 601 тысячи тонн. Мы планируем на 2020 год получить 680 тысяч тонн, как бы у нас и площадь посева побольше, и урожай сегодня показывает хорошие показатели. Вот если остановиться подробнее на большей площади посева, в частности пшеницы, мы в этом году больше сеем пшеницы, потому что, чтобы в дальнейшем не было таких проблем, как у нас были весной с нехваткой муки и той же самой пшеницы. Но, тем не менее, при посеве на больших площадях некоторые фермеры, мы отмечаем, что жалуются на нехватку сельхозтехники и на ее недоступность для них, то есть на чрезмерную дороговизну. Насколько я знаю, сейчас действует программа сельское хозяйство 8 и еще ряд подобных программ. Вот через эти программы государство может помочь фермерам приобрести эту сельхозтехнику, ну и обеспечить, чтобы полноценно засевать площади, о которых мы говорим? Сельхозтехника у нас, если посмотреть вообще по республике, есть старая техника. Ну, почти 8% составляет как бы старая техника, но период готовности к урожаю мы проанализировали, есть оперативная информация, что комбайны почти готовы на 81%. Это смотря на какой регион. Сегодня действует на сборе пшеницы почти 1741 комбайнов. Это больше, чем в прошлом году, но нехватка есть. Очень много действительно жалуются. Нам, ну, прямой ко мне тоже, очень многие звонят о недоступности, да, и дороговизне услуг комбайнеров. Я вот хотел отметить, что министерством проделывается определенная работа. Мы, как бы, через лизинг, это у нас очень хорошие продукты по лизингу, через открытый аксессу, айрбанк, выдается лизинг всей техники. Также вот на этот год мы планировали выдачу лизинга на 250 единиц, уже получено 204. И с 2011 года мы выдали нашим фермерам более там 3 миллиардов хомов различной техники. Сегодня действует ряд, как бы, хороших таких проектов. Я думаю, что мы готовы, вот, как бы, работать с нашими фермерами. Есть у нас целый департамент, департамент называется механизация энергообеспечения в сельском хозяйстве. Мы даем, как бы, и нашим районным управлениям, чтобы они работали вплотную. Я вот уверен, что есть сегодня такой еще принцип помощи с одного области на другую. Вот только-только вот мы провели вчера онлайн совещание с нашими руководителями на местах. И мы, как бы, указали, что, например, сегодня и Нарынская область, которая только начинает, или Сыкульская область, могут, как бы, взять комбайны, чтобы они могли помочь с Чуйской областью. Ну, такая взаимопомощь всегда была и есть, но мы призываем наших фермеров, активно работав по лизингу. Очень хорошие такие, ну, данные, да, вот. Мы уже таких больших процентов даже нету. Есть различные так моменты. Вы можете обращаться в Айлбанк или к нам, в департамент или в Министерство Центральный аппарат, но в этом вопросе вам обязательно поможет. То есть сейчас делается все для того, чтобы у фермеров не было проблем с техникой, по крайней мере, пути решения этой проблемы, они прорабатываются, а некоторые уже практически решены, нужно обращаться туда, куда вы сказали. Вот мы делаем акцент, чтобы эти комбайны были исправны, чтобы не было больших потерь. Самое главное, вот, сегодня собрать этот урожай, его, как бы, оформить логистику, логистику и его хранение на складах. Она была без потерь, да, потому что сегодня потери тоже, как бы, составляют энные проценты. Мы, вот, делали даже инструкцию, отправили всем районным нашим управлением, и мы очень много уделяем внимания пожарной безопасности. Такое тоже случается в прошлом году, вот, мы все знаем, что тоже был пожар на большой площади, в московском районе, из-за небрежностного отношения, ну, уборочной техники, то есть комбайна, случился такой пожар. Поэтому мы всех призываем, еще придерживать, ну, пожарную безопасность, отнести очень серьезно. Потому что от каждого, от нас, от каждого, владелца комбайном, зависит тоже вот урожай. И вы, как заметили, действительно, в первые дни коронавируса и инфекции у нас здесь был ажиотаж. Были большие, как бы, ну, дорогая, была дорогая мука. И даже вот мешок муки даже покупали по две и более тысячи домов. Поэтому мы вот призывали наших фермеров более серьезно отнестись к продовольственной безопасности, потому что продовольственная безопасность, она составляет такую составляющую, большую составляющую экономической безопасности нашей страны. Национальной безопасности страны. Я вот еще пользуюсь случаем хотел бы сказать, что министерство разработало большую программу по обеспечению собственными силами пшеницу, которой сегодня мы, как бы, зависим от третьей страны, но это от Казахстана, от России. Мы всегда покупали от 300 до 400 тысяч тонн, это очень много. Поэтому вот на 2020 год, на осенний сев, на озимовую пшеницу мы уделяем очень большое внимание. И мы вот сегодня делаем все, чтобы наши фермеры это все поняли, что сегодня посев пшеницы, это тоже, как бы, показатель, хороший. Сегодня и каликовина вроде показывает хороший процент. И цены на пшеницу сегодня составляют, ну, хорошую цену. Мы вот по исполнению распоряжения номер 36 от 6 февраля 2020 года для фонда государственных материалов, для запаса, мы должны через фонд, как бы, покупать 10 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Уже цена, как и есть, 18 сомов, 10 иинов. Есть приказ Государственного агентства антимонопольного регулирования. Вроде бы мы сегодня еще готовы пересмотреть цену, смотря, как будет цена, рыночная цена на пшеницу. А вот в случае, ну, вы говорите, что мы сейчас, вы сейчас работаете в основном над тем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, это, я так понимаю, на следующий уже год. И если вдруг осенью ситуация повторится, вот как было в марте, или вот как летом, и она, не дай бог, усугубится, в этом случае, если опять там что-то случится и границы закроются, у нас на осенне-зимний период, есть какие-то запасы или стратегии, чтобы внутренняя наша продовольственная безопасность была обеспечена? Я вот заметил, я как бы отметил, что действительно, вот самое главное из девяти продуктов, которые составляют продовольственную безопасность, вот как бы индикатор продовольственной безопасности, мы сегодня с вами обеспечим только тремя. И самую большую, вот сегодня мы делаем акцент на заготовку пшеницы или покупку готовой муки. Вот на осень и на зиму у нас больших проблем не будет. Опять у нас может быть, я вот повторюсь, может быть, в связи, если наступит вторая волна коронавируса, то могут быть проблемы у нас весной опять. Но мы сегодня уже, у нас есть горький опыт, мы сегодня уже готовимся, есть, как бы, идут переговоры с Казахстаном, с Россией, но мы в любом случае должны быть готовы, потому что как будет зима, как она себя покажет, как будет вторая волна, будет действовать на нашу республику, мы будем ориентироваться, готовиться. Но сегодня самая главная задача, как собрать урожай без потерь. Мы вот всегда говорим, что у нас вроде как бы и показывает апробация, что будет больше урожайности, но, к сожалению, вот много потерь, неисправности наших комбайнов, ну, там наши техники, из-за неправильного хранения, у нас много потерь. Поэтому мы сегодня вот через штабы, вот районные, областные, призываем нашим фермерам, потому что это ихнее богатство, ихнее, как бы, сегодня, ну... Ну, их интерес, их прерогатива. Да, прерогатива, вот поэтому я вот еще раз повторюсь, что мы должны делать акцент, вот период уборки урожая, делать, чтобы она была собрана без потерь. Ну, если вот уже отойти от пшеницы, немаловажную роль, вот, по крайней мере, до пандемии играла политика в сфере экспорта и импорта товаров, в частности, экспорта нашей сельхозпродукции, это фруктов, овощей и всего остального. Сейчас какая стратегия вот в плане экспорта? Планируется ли дальше экспортировать и ведется ли экспорт на сегодняшний день? Ну, я тоже пользуюсь случаем хотел бы выразить огромный благодарность нашим предпринимателям, частным предпринимателям, крупным нашим фермерским хозяйством, кооперативам, которые сегодня занимаются экспортом. Есть очень много частных ферм, которые этим занимаются. Мы вот в период пандемии собирали наших экспортеров, с ними разговаривали, и сегодня радует, что у нас показатели, они не упали. Мы даже больше экспортировали, если вот посмотреть статистику 6 месяцев, она составляет на почти процент больше, чем в прошлом году долларом эквивалента. Почти на 110 миллионов долларов мы экспортировали, и большую часть экспорта составляет наши традиционные рынки, Евразийский экономический союз, Казахстан, Россия. И показатели показывают, что она больше, почти на 50% более, почти 52 мы экспортируем в страны Евразийского экономического союза. Радует то, что мы больше экспортируем в страны СНГ, страны СНГ и третьи страны. Но, к сожалению, закрытием границ, вот даже нашего соседа, Китайской народной республики, там, конечно, показатели меньше, чем в прошлом году. Но, в общем, экспорт не снизился, она дальше, вот я говорю, на 1% больше, но составляет к прошлому периоду 101%. Это, конечно, тоже нас радует. И сегодня министерство, вот мы как бы ездили в регион Российской Федерации, у нас есть меморандумы по экспорту сельхозпродукции, Новосибирскую область, Алтайский край, Екатеринбург. Вот мы делаем акцент на сибирский час Российской Федерации. Но много, конечно, экспортируется сегодня и европейские страны. Вот даже была статистика, что почти на 11,5 миллионов долларов мы экспортируем сельхозпродукцию в Сирийскую Арабскую Республику, в Сирию. Это тоже хороший показатель. Мы где-то, например, в Китае, может, меньше, но в третьей стране такие страны больше, чем в прошлом году. И сегодня и фермеры, и частные представители особенностями. Мы сами ищем различные варианты. Мы создали отдел по продвижению сельхозпродукции, который то делает мониторинг, и они подсказывают. И мы плотную работаем со странами Европейского Союза. У нас есть баланс спроса и предложений по агропромышленному комплексу, где мы показываем наши цифры, Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, свои цифры. И там уже видно, какие виды продукции, сельхозпродукции мы можем экспортировать. И в то же время, какие продукции, что мы можем экспортировать с других стран. Поэтому я по пшенице, еще раз повторюсь, мы договорились и с Российской Федерацией, с Казахстаном. Они нам помогли, даже вот и Узбекистан нам помог, и Казахстан. Они дали гуманитарную помощь в виде МКИ. Мы надеемся, что этот год мы должны пережить без таких больших потрясений. Самое главное, что мы сегодня знаем, что будет вторая волна. к этому мы готовимся и призываем наших фермеров более отнести серьезно и плюс держаться с запасом. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Радует, что тенденция к экспорту тоже растет, и запасы, если ко второй волне кризиса, мы тоже войдем уже в полном боевом вооружении и с готовностью. Спасибо еще раз. Я напоминаю, что мы говорили о текущем состоянии сельского хозяйства и подготовке к осенним полевым работам с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорацией Эркембеком Чодуевым. Это программа МАЭК, эфир ОЛТО 24 продолжается. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...